Музыка 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 И теперь через нос Вдох и вы Вдох и в контроль Музыка Организму лед придает спокойствие, активирует иммунитет и мы можем контролировать свое состояние тела с помощью дыхания и с помощью погружения в лед с полным контролем Лед очень хорош для потери веса для того, чтобы повысить свой иммунитет для того, чтобы чувствовать себя сильным, здоровым и счастливым Доброе утро Доброе утро! Доброе утро! Как красиво этот мир внутри нас Эта плачь Эта красота Эта плачь Эта плачь Вдох Когда вы чувствуете, что нужно наслаждаться, мы можем сделать это Вдох И вы Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Вы не нужны Вам не нужно напрягать тело Просто делайте вдох и дышим. Задерживай дыхание. Чтобы подготовиться ко льду, мы проходим через пару этапов. Первый этап это мы берем лед в руку и мы медитируем и дышим как бы в этот лед и осоздаем, что с нами меняется в этот момент. Мы испытываем боль или мы испытываем холод или наше тело адаптируется. Это уже не боль, это печет. Уже печет. Это уже значит, что кровь начинает перемешиваться. Потом мы тренируем ноги, потому что руки и ноги это самая чувствительная часть тела и мы их стимулируем, чтобы они были готовы к ледной ванне. Я правильно дошел? Ну, холодно, что ли? Не холодно, что ли? Нет, на выдохе, на вдохе жду. Вперед, на выдохе жду. Вот от тебя точно будет она кипяченая. У меня что-то уже с удрога сводит. С удрога? Да. Парни молодцы. Третья стадия – это кидабачи. Мы становимся в позу самурая и делаем упражнения, через которые мы пропускаем энергию и собираем жар. И также при этом создаем молочную кислоту, которая потом конвертируется в жар, в льду. Это очень важно, чтобы, когда вы делали ледяную ванну, у кого у вас был тренированный инструктор, потому что на самом деле это может быть очень опасно. Что мы делаем – это мы кидаем наше тело в безумную шоковую ситуацию, с которой нам нужно выйти и поконтролировать это. В этом и заключается вся эта практика. Если вы это делаете сами дома или без инструктора, то есть опасность, что ваша холодная кровь и горячая кровь перемешаются бесконтрольно, потому что вы потеряете фокус. И это может быть на самом деле смертельно. И вылезайся. Ага, конечно. Белый. Прекрасно. Что там идет? Садись. Правильно. Наталья. И вылезайся. И дышим. Попробуй поймать ритм. Через нос. И вылезайся. Правильно? Все хорошо? Расслабься. Расслабься. Ты не в контроле. Закрой глаза. Облокотись назад. Через нос вдох. Через рот. Вдох. Медленно. Теперь мы сделаем большой вдох. И задерживаем. И напрягаем все цирку. Чувствуешь жаль? Чувствуешь, что ты нагреваешься? Да. Это коричневый жир. Он тебя согревает. Коричневый жир есть у всех. Когда младенец рождается, у него примерно 90% коричневого жира. Коричневый жир, он ради иммунитета и для того, чтобы держать нашу температуру тоже на 37 градусов. Это очень помогает младенцам. Они не болеют. И это очень хорошо для... Это адапционный процесс, когда они рождаются. Что случается через 3 месяца, 9 месяцев? Это у ребенка коричневый жир исчезает практически, и у него становится его примерно 20%. У взрослого человека примерно 3, 4, 6% коричневого жира. Что мы делаем с помощью холода? Это мы конвертируем или мы создаем больше коричневого жира в теле, и потом при холоде, при ледяных ваннах или при холодном душе, мы учимся, как активировать этот коричневый жир, чтобы адаптироваться к нашей ситуации, в которой мы находимся в данный момент. Сначала у меня был полный шок, я не знала, мне было не холодно, но было странное ощущение. Ну, это не было и так сложно, не знаю. Не получилось, это ледяная ванна. Я как прыгнул туда первый раз. Это спазм-то? Никак. Ну, вот, выпрыгнул. Второй раз я продержался гораздо больше, ну, 10 секунд примерно. И тоже выпрыгнул. Первая раз я продержался. Прикольно, чувство, что это дров. Самые сильные впечатления? Ну конечно же нырение в воду и вот этот факт того, что можно оставаться в холодной воде или две минуты в какой-то такой небольшой панике, но потом через этот промежуток времени становится гораздо легче. Да, теперь хорошо. Да, теперь хорошо. Ты хочешь идти в глубокую? Да. Теперь хорошо. Тихо! 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 Вообще, все это супер зашибись. Во время сегодняшней практики испытала я такое ненормальное наслаждение. И в конце просто зажегся белый яркий свет, и я куда-то улетела. Слушайте, советую. Это просто обалденный тренинг. Открытие себя, своего внутреннего света, и такая энергетика внутри. Ты вдруг начинаешь себя понимать, себя чувствовать, что ты можешь, у тебя все еще впереди. Ты многое преодолеешь. Я пригласил Дениса Виноградова сотрудничать со мной в сессиях Вейнхофа. Потому что я считаю, что звук, и он считает профессионал по звуку, это очень сильная медиа для того, чтобы углубиться в себя. С комбинацией звука и дыхания метода Вейнхофа и ледяных ванн мы с ним создали уникальный терапевтический дуэт, где мы объединяем и звук, и дыхание, и лед со звуком. И это все происходит в 4 часа в одной сессии. Звук, ледяные ванны, и медитация, и дыхание Вейнхофа усиливает все эффекты этой практики и становится намного более глубокой и эффективной для людей.